Продолжение следует... 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 сейчас и печально воспринимается нет просто так непонятно почему вы думаете кто из нас не врал о своем прошлом я не врала о своем прошлом мне не нужно что-то наврал а кто может а кто может наврать в своем прошлом не знаю не знаю ну про меня ну допустим если смотрители знаю что все про меня знают я работала на железной дороге волгограде начальником железнодорожной станции потом мне это надоело я уволилась и приехала в саратов где где построила свой бизнес строительный как бы я была честна и а после чего я очутилась здесь я ребят совсем была честна как бы как как всегда и во всем я думаю вы уже поняли что я врать не умею я всегда честна но в таком случае я расскажу вот родился я в нагорном карабахе вот но из-за определенных обстоятельств там военных обстоятельств я переехал в сочи вместе с родителями вот я переехал в сочи вместе с родителями и жил там я реально ребят с нагорного карабаха реально я арцахский город степанакер там есть один город такой чтобы знали нагорный карабах и и армения это два разных вообще города у нагорного карабаха свои законы свои правила но тем не менее эта часть армении вот я там родился когда война была и у меня отец немножко воевал но мама сказала выбирай чего короче и мы уехали в сочи а мама у меня русская в карабахе очень много русских школ вот и мы переехали в сочи и там стали потом нормально жить у моря пока там кипиш весь этот не успокоился но до сих пор кстати идет вот они учился в школе занимался легкой атлетикой занимался спортом всегда тайским боксом позанимался писал стихи и песни начал танцевать дрался все время со всеми потом немножко успокоился и поступил на юрфак как хотел мой отец вот я я поступил на юрфак отучился потому что отец у меня тоже юрист он полицейский ясно вот и все и отучился и потом не стал короче работать по профессии законов я нихрена не знаю но я выиграл три дела во время практики очень хороших дела не отец подкинул вот и нет понравилось я подозреваю тебя я подозревать мне кажется что ты говоришь неправду почему 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 серьезно я 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 юрия я юрия рубенович я родился 8 августа 1993 года в нагорном карабахе в городе я прилетел в сочи я прилетел в сочи и жил там учился в школе денег не хватало но мы подрабатывали туда сюда побольше подробностей больше подробностей он на заводе токарем он стружки строгал он вырезал детали у меня дедушка у него у него про него почему у тебя нет акцента где твой акцент ты что нету акцента когда на меня ствол наводит меня всегда появляется акцент потому что не надо на меня ствол наводить понятно вот так вот это похоже на правду еще какие то есть у меня родители вообще без акцента говорят реально без акцента я даже на самом деле я знаю карабахский то понимаю я армянский могу понять а разговаривать я на нем я держу его на мушке я держу его на мушке я держу его на мушке я могу его расстрелять это ли не доказательство того что любовь существует и нет никаких разновидностей национальности ты не обмалишь меня ты не обмалишь меня какая любовь уважаемые господа мне нужен водный пистолет так бы я его уже расстреляла бы давно ау зачем ты такая жестокая еще еще когда ты первый раз пожарил сквозь первый шашлык первый шашлык я пожарил ровно в 13 лет когда с отцом поехали мы на море на берег что там было что там кто там был там баранина была какая баранина вкусная потом мы ели вот так вкусная была как звали барана барана звали жорик какие были шампура длинные вот такие а какой был первый мангал первый мангал был тоже железный вот такой вообще классный а ручки были деревянные на шампурах так это похоже на правду ел или чучхелу чучхелу ел что такое чучхелу это хрень такая орехи замоченные в сливовом этом в каком-то таком хрене еще хачапури ел ел хачапури как готовить хачапури короче берешь тесто размазываешь его скручиваешь вот так еще еще туда тесто сыр туда потом запекаешь потом вытаскивается хачапури отрваешь его так макаешь мимм-мм вот так ты готов дать мастер-класс по хачапури как его правильно есть есть правильно готовить не знаю готовить не знаешь как его правильно есть если тебе отправлять какую-нибудь хачапури ты покажешь свой мастер университет да так какие у тебя еще есть подробности из твоей жизни подробности разные стихи пишу песни пишу у меня книга написана один роман называется Зола про чувака который погиб в детстве моём я был причастен к этому, просто смотрите, чувака забил машину, читать надо большая книга, прикольно еще, песни у меня, битбокс, танцевать могу, мероприятия вел разные подожди, подожди, давай как будто у нас есть палатка, вот ты будешь рекомендовать свою палатку с шаурмой, как ты будешь это делать? я не хочу палатку с шаурмой почему ты не хочешь, чем возьми, я держу, я держу ствол между, конечно, я тебя выстрелю в моей голове, я сейчас все выдаю за себя, стреляй, давай, давай он не боится, нет, рекламируй палатку с шаурмой, иначе я подойду без ствола, Юра, если ты не будешь отвечать на вопросы рекламируй палатку с шаурмой, быстро я не умею, я не хотел никогда шаурмичную, я хотел музыкой заниматься, почему так везде, азипы палатка с шаурмой тебя спасет сегодня я не хочу шаурмой, я вообще шаурму редко ехал когда ты ел последний раз шаурму? буквально две недели назад, прежде чем сюда попал две недели назад? прямо в Москве, да, московская шаурма и как она выглядела? не очень, невкусная была почему? потому что было слишком много перца, и слишком много капусты, и не было мяса то есть ты готов открыть свою палатку и там продавать? нет, не хочу шаурму все, ты нам больше не интересен, безумный Макс нет, самый главный вопрос, ты ни в чем не забрал? я абсолютно честен со всеми, прежде всего, в сердце своем мамой клянешься? отвечаю тебе, базар даю, мамой нельзя клясться, понятно? ты и своей мамой муж поклянулся? тихо, 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 ты на мушке, ты на мушке, ты на мушке сюда иди, я на мушке, хорошо, он переключится на него так, безумный Макс, иди сюда, быстрее, ты на мушке, ты на мушке отвечай быстро, кто ты такой, ты самозванец? я нет ты на мушке, вставай сюда, ты должен просто стоять на месте я не самозванец кто твой отец? отец это правда, что твой отец йода 80 уровня? да, это мой отец как твой отец? отец не может быть йодой ну вот уже, значит, он нам врет вот это событие ну чё я не вру твой отец йода 80 уровня, как это возможно? кто ты такой? ты бот? я Макс ты бот? ты на мушке? какой бот? я... Макс, тебе надо рассказать о себе быстро я человек, я родился даже, знаешь, где я родился? где? в Серовской области, город Серов, там проживает самый известный боксер кто? что с ним? я не тренировался в теннице, это всё правдые натуральная правда, это без всяких натуральная да, так что... изгр� потом я там занимался ещё просто ты что voltage занимался тэннисом? я не поняла, чему он тебя учил? Теннис! тменнис учил тебе? как это возможно? так это возможно как мог schreiben учитьling? если ты играл, то ты играл и я играл хорошо, какие ты знаешь приемы в боксе? я не боксер ты теннисист ну я и теннис да он бессимист так же я играл первый начал играть контр-страйк как ты играл покажи как ты играл ну так вот так ты играл первая игра какая была во сколько лет первая игра это скажу так в шесть лет я играл в марио на дэнди это была твоя первая игра и потом ты погрузился в мир другой реальности и стал играть это правда это да потом вообще меня переклинило я стал все пробовать все какие есть консоли я все перепробовал дошел до новые до новой модели сейчас да а какие наркотики ты употребляешь и употребал употребил первый раз какие наркотики ты чё не наркотики не употреблял отвлекай его от вопроса распрыгался как я хотел чтобы он немножечко взбодрился рассказал правду если человек врет когда его пугаешь он по-настоящему боится он почему ты мать твою не боишься ты что думаешь что мы тебя не пристрелим в чем дело я и так не почему не бояться если я правду говорю ну как твои наши смотрители не верят тебе они думают что ты просто лгун расскажи о себе мы думаем что ты наврал о своем прошлом кто ты такой все хотят знать кто ты такой почему ты не рассказываешь вчера ты побил карманную кореянку и сделал это профессионально ты что убиваешь людей ты убивал людей людей не убивал а кого ты убивал подожди ты там мешает кого я убивал я убивал только плохих террористов хорошо ты когда-нибудь встречался с девушкой так как ты мог сказать что виртуальная девушка когда-нибудь виртуально так встречался то есть девушка очень интересно когда-нибудь такой красивый Он бросает виртуальных женщин. Катя, теперь ты на мою мушку. Я ответил на все вопросы. Давай сюда. Нет, теперь Лия и Вас Васич. Подожди, подожди. У Антона Панченко могут возникнуть вопросы, мне кажется. Например? Например, всякие разные. Это правда, что вы с Васичем любите зажиматься в углах. Ты вообще в своем уме? Это провокация, это провокационный вопрос. Это понятно, это понятно. Все, закрыли. Это тайна интриги расследования нашего дома. От этого становится еще хуже. Тайна интриги расследования, тайна интриги расследования. Что вы можете рассказать? Вообще-то, Вась Васич женатый человек. Так, что вы думаете по этому поводу? Я с кем-нибудь могу с другим зажиматься, только не с Вась Васичем. Хорошо, что вы можете сказать про вчерашнего Матвея, которого вы встретили? Вы хотите передать ему привет? Я не хочу никому передавать приветы. Вы вообще не хотите общаться? У меня таких много очень, Антонов Панченко. Целая страна. Целая страна? Да. Вы уверены в себе на все 100%? Конечно. Какие-нибудь грязные события из своего прошлого будете рассказывать? Нет, мне это не нужно. Хорошо. Катя хочет остаться без комментариев. И, возможно, она набрала в своем прошлом. Это возможно. Теперь время пришло карманной кореянки. Вась Васич, я оставлю тебя на десерт. Так, карманная кореянка. Карманная кореянка. Алло, алло. Что вы можете сказать? Ты хочешь, чтобы он говорил? Хорошо. Вась Васич, она передает слово тебе. Подходи сюда и расскажи нам все о своем прошлом. Ты можешь сейчас сказать все? Значит, я родился в городе Уссульсибирской Иркутской области. Я отучился 9 классов, потом пошел в ПТУ. Я в ПТУ отучился на Плотника и пошел зарабатывать случайными заработками. Потом я пристрастился к картам. Ну, как пристрастился? Я играл, играл, играл. И потом я понял, что это гиблое дело надо бросать. Затем я переехал в Москву. Подожди, подожди. Ты служил? В Москве, конечно, я служил на острове Сахалин. В каких войсках? В связи. Так вот, я потом и переехал в Москву. В Москве я встретил свою жену. Но так как она была не семьей такой довольно-таки... Не то чтобы... Интеллигентной. Да, интеллигентной. Я... Они считали тебя черной лошадкой, наверное, да, в своей семье? Да, они считали меня темной лошадкой. И я тут решил попробовать снова вернуться к картам, чтобы заработать и доказать жене, что... Что ты что-то значишь. Да. Это потом я получил... В общем, я залез в долги. Я залез в долги. Ух ты! Да, да. А кто это женщина? Я встречался с кореянкой. Ты встречался с кореянкой? Я встречался с кореянкой. Бам-бам-бам! Тайные интриги расследовали, становится жарко. Это Вась Васич и какая-то кореянка. Вась Васич молод, красив и худея на 20 килограмм. Уху! Так вот я продолжу. Затем, когда я понял, что я влез в большие долги, я думал, как их вернуть. Я не знал, что мне делать и пошел, так скажем, на мошеннический путь. Я менял куклу, то есть там, где я отменяю валюту, я иностранцам менял настоящие деньги на настоящие, и меня взяли. Потом меня увезли по этапу в Читу, я отсидел 4,5 года, вышел и оказался здесь. Наврал ли я в своем прошлом? Возможно, кое-что наврал. А что именно вы могли бы соврать? То есть, так или иначе, ты имеешь какие-то дела с законом? У тебя плохие дела с законами, правильно? Да, я же сказал. Ну да, я хочу подытожить. Я имею некие плохие дела с законом, то есть имел. Теперь я эти дела, ничего больше противозаконного я никогда не делал и делать не собираюсь. Ну, кроме того, в случае я с Максом. Получается, ты хорошо знаешь Уголовный кодекс Российской Федерации. Я не изучал Уголовный кодекс Российской Федерации. Оп, 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 а что это сейчас было за фотография? Нет, я хотела просто, в чем же ты нам соврала, о своем прошлом, самый главный вопрос. Ты что, был когда-то на стороне полиции? С чего вы взяли? Я вижу только текст на плазме. А ты не боишься, если тебя увидят твои братки? Два холостых выстрела в воздух. Вась Васич не дает ответа на наши коварные вопросы, к сожалению. И мы оставляем интригу в нашей студии. Мы не понимаем, кто, кто, кто из нас набрало в своем прошлом. Потому что карманная крянка не хочет говорить. Вась Васич что-то скрывает. А может быть ты передашь мне микрофон, я спрошу тебя. А может быть нет, я здесь могу задавать. А теперь я на мушке, а теперь на мушке я. А вот это неожиданный поворот событий. Неожиданный поворот событий в нашей студии. Неожиданный. Вопрос номер один. Я слушаю. Где твоя совесть? Моя совесть была забыта далеко в 92-м. Так, хорошо, сколько тебе лет? Быстро, отвечай. Когда ты родилась? В 92-м году. Где ты училась? Я училась, не скажу вообще. Быстро, почему? А, я... Опа, 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 опа. Где ты училась, где ты училась? У меня есть образование, да, я не скажу, потому что... Отвечай на вопрос. Хорошо, я училась в педагогическом институте. Педагогический институт. Ну что, ты отучилась там? Да, я отучилась. Да, почему ты не пошла работать по профессии? Факультет какой? И кем ты работала после института? Я вообще никогда не работала, я просто отучилась, получила диплом, а потом сразу переехала в Москву. А как ты жила? На какие деньги? На какие деньги, на какие деньги? Ну, значит, на какие, на какие, на такие. Мне давали просто деньги, и мой мужчина, как... Давал, его зовут Эдик. Эдик? Как ты его зовут? Он просто давал мне денег, и все, мы веселились, и сейчас я должна быть на море, а сижу с вами. Я ничего не скрываю, мне нечего скрывать. Понятно, хорошо, быстро отвечай. Что, что? Когда, и как зовут твоих родителей? Мама, 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 их родители... Ладно, можешь не говорить, это неважный вопрос. Хорошо. Сколько тебе лет? Она ответила все честно, мне кажется, ее больше нечего допрашивать. Мне нечего, я просто хочу... Она все сказала, ведь она переживает. Да, 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 да. Я правду сказала быстро. Я сказала правду, я сказала правду, я хочу открыть перепеленную ферму, и все, больше ничего не хочу. Перепеленная ферма, понятно. Перепеленную ферму хочу открыть. А издеваться над людьми тебя тоже учили? Да, меня учили издеваться над людьми, потому что так вышло. Все понятно, так получилось. Дамы и господа, вы сейчас выяснили правду, а сказалось, что среди нас балабонов нету. Короче, а подожди, подожди, темная лошадка, темная лошадка нашей студии. О! Не хочет с нами разговаривать. Давайте разберемся, кто она, фрик или не фрик. Ребят, вот Вась Васич, да, почему-то в форме. Я вот спрашиваю, что он был сотрудником. Интересно. Подождите, мне кажется, Вась Васич был на стороне, как это, господина полицейских? Нет, я подрабатывал в массовке. Здесь написано Сурен Давтян. В массовке? Да. А что такое эта массовка? Сурен Давтян. Интересно. Я работал в массовке, я играл и полицейских, и кого только угодно. Потому что, когда переехал в Москву, денег практически у меня не было. Поэтому мне приходилось подрабатывать всем, кем я мог. Я был, носил мебель, я... Слушайте, ребят, мне кажется, какие массовки, Вась Васич? После тех бабок, которые ты поднимал с картами, какие массовки? Там платят 700 рублей. Ну, ты изучи фото, видишь? Я знаю, сколько там платят. В день можно было... Мне кажется, ты работал где-то под прикрытием. Мне кажется, он был агентом 007, Вась Васич. Он был вот так, подкрадывался, и просто все... Я придумала классную шутку сейчас. Агент XXL. Но это же смешно. Дон Пузито нападал. Да, я был типа агентом XXL, я приходил к жирным людям, забирал у них всю одежду. То есть я внедрялся к ним. И пирожки, и пирожки забирал. Болочку с садийской, болочку с садийской. Я забирал еду. Ну, как, мы, да, я приходил в такие рестораны, и говорил, привет, жирные люди. Я свой. Они такие, да, ты наш, садись за стол. Видишь, у меня руки сломаны. Я с ними здоровался, выискал их тайны. На самом деле я худощавый. Вы же видели, в армии я был просто для того, чтобы не было работать под прикрытием. Я специально набрал вес, стал жаробасиком. Вот, потому что мне это было, ну, очень-очень серьезное указание в нашей, значит... Подожди, а у тебя была такая услуга, например, вот люди сидят за столом в ресторане, уже не могут доесть еду, и такие просто... Это не слуга. И просто звонят тебе и говорят, Вась Васич, спаси нас, ты приезжаешь и помогаешь им все доесть. Пойми, это не услуга. Я работал под прикрытием. Под прикрытием пирожка? Понимаешь, это управление, это управление дел по выявлению жаробасов. Понимаешь, жаробасы явно видно. Что такое нечистное? Там, где течет масло рекой, там, где жарят пирожки, там есть Вась Васич. Пойми, это жаробасы все время говорят, что они худые. И мне нужно было ОМ. О, ребят, сегодня Международный День Мужчин. Как бы вы его хотели отметить? Ребят, я хочу вас поздравить с праздником. А это сегодня 23 февраля, что ли? Международный День Мужчин, нет. Это не... 23 февраля, это День Защитника Отечества. А вот День Международный... Макс, с праздником тебя! Что это за мужчина? Что это за мужчина? А как бы вы хотели его отметить? Привет, с праздником тебя! Спасибо. Особенно во сне мы проявили мужество. Здоровья вам, ребят, самое главное. Силы! Подождите, Ам. А еще стоял, да, Катюха? Что? Ну, вот. Ну, чтобы у вас, да, всегда стоял очень хороший лимузин возле вашей двери. Молодец, уже и начало праздник. В котором вы будете работать водителем хотя бы. Ой-ой-ой-ой-ой, я-то думал. Нет, ну, а как можно его отметить? Водителем для тебя, Катерина, без проблем. Окей, договорились. Без проблем. Ребят, а также, подождите, я вас поздравила, я хочу еще поздравить всех мужчин, которые сейчас нас смотрят с Международным Днем. Ребята, дорогие наши мальчики, мы вас поздравляем от всей души. Вы же понимаете, как вы нам очень нужны. Без вас мы ничто. Только благодаря вам улыбки на наших лицах. Да, значит, это, Катя, всех нужно поздравлять только успешных мужчин, потому что все остальные мужчины не мужчины, только мужчины. Они могут быть успешными. Подожди, если все зависит от женщины, которая рядом с ним. Вот, и все наши глаза сияют только от вас, от вас, мужчины. Я желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успеха вам во всем. А также я хочу сказать вам, дарите побольше женщинам улыбок и счастья, комплиментов. От этих комплиментов она расцветает и дает силы и уверенности вам за каждый момент. Да, это так. Конечно, это все хорошо. Мужчины, прекрасно. Сегодня, как бы мы его хотели отметить? Ребята, скажите. Я бы хотела это назвать играючи. Отметьте, как мы можем отметить для мужчин? Я бы хотела музыку. Нет, знаете как, я бы хотела играть в стрелялки. Вот так, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А, войнушку? Да. О, класс. Мужчинам же нравится играть в войнушку. Мы могли бы сыграть. Мы бы хотели сыграть. Как вы хотите, ребята. Давайте, как вы хотите, так мы отметим. Вы же в вашем празднике. Нет, классно. Слушай, а может быть, сегодня вы просто все наши приказы будете тебе повторять? Нет. За стол села, сегодня мужской день. Давай ныряй. Нет, не таким же тоном, Юр. Я бы хотела... Сегодня мой праздник. Нет, а знаете, как бы я хотела? Я бы хотела... Я бы хотела, знаете... Я хочу сказать слава. Я бы хотела, чтобы мужчины были против женщин. Мы бы встретились в каком-нибудь поле, знаете, где в бейсбол играют. И там бы мы выяснили, кто сильнее, мужчина или женщина. Короче, сначала противень, помой быстро. Микис, противень, помой. Итак, сегодня наш день. Мы сегодня при... Что такое, мать? Начинается. Только противень хотела помыть. Мне кажется, что зонтекарцы не любят праздники. Даже сверху встречается. Вай, все в порядке. Итак, Катеридзе. Так, Мия, даже праздник тебе не дает, так меня право называть. Как не дает? Катерина меня зовут, да. Для мужчины главное, чтобы девушка его слушала. А для девушки главное, чтобы мужчина говорит... Я буду слушать. Ты красивая. Быстро противень помой. Уже моет. Ладно. Полу-мужчинок. Ты же как мужским характером. А, Макс говорит, это и мой праздник, потому что я с мужским характером. Да. Ну и Макс, это естественно твой праздник. Ну что ты. Смотри. Допустим, как бы мы его хотели отметить. Может девчонки... Ну, противень противнем. Спасибо. Как бы всю. Можешь даже... Хороший. А может быть девчонки как-то соберутся, уйдут в комнату. И за 10 минут сварганит какой-то номерок. Мы здесь выстрелимся, сядем. Девчонки там опа, 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 опа. Мы их отблагодарим от души. Я от души буду благодарить кого-нибудь. Вот такое дело. Как вам такая штука? Нет, ребят, нам нужно подготовить. Это мы можем к вечеру вам что-то придумать. А, ну сейчас на 5 минут мы так не можем. Быстро. Я помыну. Может кальмара сварим? Короче, давайте путь зритель. Что-нибудь по-братски, дорогой зритель. Если ты есть дружище, пожалуйста, по-братски, помоги нам в день мужиков отметить. Мы тут среди 4 дампельсов Милана, да? Мы не понимаем, у нас ничего нету. Ни этих штук нету, ни свеч нету, шампусика нету, ничего нету. Мы где-то в чумошеньки ходим. Не можем даже нормально праздник отметить, мужчины. Что-нибудь там накиньте по-братски, понеты какие-нибудь, чтобы мы отметили что-нибудь хотя бы. Ну, по-братски. Мы же не виноваты, что мы здесь. Все, я попросил. Уважаемые смотрители, если это возможно, может быть, вы сегодня как-то проголосуете, может, сегодня подскажете, как нам его провести, этот наш день, мужчин всемирный. Да, как-нибудь. Да, иди сюда, братан. Давай. Я в общем. А может быть, как наберем какую-то сумму тиров, и тут бац, и у нас будет праздник в печке, что-нибудь окажется прекрасное, что-нибудь для мужиков. А мы будем рады этому. Мы сделаем чисто армейский мужской какой-нибудь вещь, что-нибудь или что-нибудь такое. Будь здорово, одно и счастливо. Что-нибудь такое мужское. Ну-ка, пожми мне руку по-мужски так. Братан, давай, по-мужски так руку. Вот, хорошо. Да, покажи, как, смотри, как по-мужски. Смотри, смотри в него. Здорово, братан. Здорово, братан. Нормально, братан. Че, как за? Что? Мы мужики. Мужики. Мужики делают все. А ты мужик? Мужик. Я мужик. И я мужик. Вот и все, решили. Мы мужики, у нас все нормально. Ты мужик? Ты мужик? Да. Точно? Да. Иди сюда, братан. Братан, че, как сам? Ну-ка, давай. Да нормально, все. Вот. Знаете, что я? У нас есть здание. Уважаемые смотрители, все, кто нас смотрит, еще раз всем здравствуйте. Еще раз все хочу поздравить с праздником. Уважаемые смотрители, я вас очень прошу, если вы можете чем-то помочь, мы очень хотим поздравить наших мужчин. Если вы можете чем-то нам помочь, мы будем очень рады. Может быть, у вас есть какие-то идеи проведения этого замечательного праздника, а может быть, вы просто сможете нам купить в нашем магазине какие-нибудь подарочки мелкие для наших мужчин. У нас просто нет сейчас такой возможности. Если вам не сложно, купите, пожалуйста, там им хотя бы пару носков или дезодорант, что там есть. Мы им хотим поздравить сегодня вечером, придумаем какой-нибудь номер, развлекательную, может быть, программу и подарим эти подарочки, которые вы нам сможете прислать через наш портал в нашу печь. Нам будет очень приятно. Ребят, женщины, особенно женщины, поклонницы наших мужчин, может быть, присылайте подарочки. Мы от вас их подарим в очень красивом формате. Я вас очень прошу и буду вам очень благодарна за это. Спасибо. Хорошая идея. Позитивная идея. А еще какие у вас есть идеи? Вы можете повторить идеи? Ну, короче, тут тупенькая девочка. Что такое-то? Ничего понять, ты опять в школу походила? Нет. Так мы хотим, костер рожить. Костер рожить. Рожить. Мишечки поставить. Рожить. И через него что делать? А попрыгать. Мы здесь смотреть будем. Курочку жарить. Я буду курочку насаживать. И жарить. Конечно. А потом хоровод вокруг остра. Так а хоровод? А хоровод? А ты знаешь, хоровод только остра. С деваха-то все ближе и ближе. Все ближе и ближе. С латерины-то ближе. А нет, нельзя. Нельзя. Мы родственники. Хоть и пятый водонок, и селят. Ну, родственники. Ну, слушай, так идея-то хорошая. Хорошая идея. Курочку, значит, замыривать. Синовальчика, чтобы попрыгать. Попрыгать. Вот скажи мне, Катерина, вот скажи мне, вот ты как самая лучшая доярка в нашем селе. Скажи мне, а ты председатель нашего колхоза. Так. Вот скажи мне, пожалуйста, Катерина, а костерок можем устроить на заднем дворе? Отличная идея, ребята. Отличная идея. Вот, так же Катерина поддержала нас. Да. И костерок разожжем, дровишки поднимем. Слушай, по-по-по-по-по-по-по-по-проси, как председатель нашего колхоза, а смотрители наши, может, чем помогут? Помогут. Я думаю, нам обязательно помогут наши смотрители хотя бы древесным углем. Уголек. Уголек. Мангальчик. И шашлычок. Шашлычок нам нужен. И дровишечки. Так у нас есть рожек нам нужен. Итак, уважаемые господа, я сейчас ем курочку и наблюдаю за этим происшествием. Значит, мы собираемся сегодня пожарить шашлычок на заднем горе. У нас есть курочка, нам нужны угли. Да. Да. Я подкинула идею, чтобы... Мозги-то там есть. Бог этого не дал, но вот этого дал много-много. Смотри, какая умница. Так вы вдвоем можете целый колхоз держать. У тебя тут, а тут маленький, а тут много, а тут маленький. И вот вы вместе так это, и все, и хорошо так будет все. Слышь, Микола, а кто у нас в сушице-то выдумал? Микола, так я не знаю, кто. Я самая главная креативничца. Ну вот, председатель колхоза и главная дуярка. А, а! Ты свинопас! Смотрите, подождите. Наши смотрители могут нам подкинуть идею, что мы можем делать на заднем дворе, например. Во что поиграть? Мы же можем там разные делать какие-нибудь игры. Какие вы знаете игры? Ну, как вот, кофеи. И на улице. Козаки-разбойники, лопта, 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 догонялки разные, догонялки, прятки разные, жмурки, вот, жечь лию, например, тоже, древний праздник, языческий, жечь ведьму. Ладно, это я шутки шучу. А шампура мы где возьмем? Шампура? А так вот там дровишки есть. Мы их тоненько сделаем, вот тебе и шампур. Так он сгорит, а мясо не змеет. Шампура надо надеть. Что нам шампура может быть? Итак, мы собираемся отвечать день мужчин. У нас супер план. Для этого нам нужна ваша помощь. Нам нужен древесный куриц. Слушайте, когда Псюш что-то просит, молчат. Как вам такая идея? Смотрите, что нам попросить? Я говорю о том, что на сегодня будет день мужчин. У нас есть курочка, что мы можем сделать шашлычок. Дальше у нас нам нужен древесный уголь. Нам нужен древесный уголь. Что еще нам нужно? Нам нужно шампура или мангал. А мангал мы, может быть, найдем, побегаем по деревне, может быть, найдем мангал. Поэтому нам нужен древесный уголь. А что-нибудь... Вам нужен самогон? У нас же вечеринка такая в стиле деревенской. Такая не деревенская, а сельская наша вечеринка. Ну? Ну и так и все. Так мангал нам курочка, там мясо и все. Ну, мальчики, что хотят? И все. Самогончик, мальчики? Мальчики, вы что хотите? Я не пью самогон. Самогон хорошо. Самогон хорошо. А кто же от самогонки-то отказывает? Вот помню, как ее? Баблюся. Так у нее какой самогон был? Самогон, ну, это мотненький, хороший. А вот у деда Егора был самогон нягкий, но он его делал на дубовых корах. А с утра-то голова-то не болела совсем. Не болела. И с кедровых орехов-то из этих тоже голова-то не болит. Не болит. Отлично. Не болит. Получается, смотрите, что все могут к нам присоединиться, а во сколько мы будем это делать? Можем даже сейчас таки пойти? Нет, надо вечно. Нас темнеет. Примерно часов восемь, да, наверное, мы будем? Часов восемь. Да. Так и нам надо тогда подготовиться, чтобы выслали нам зрителей-то наши эти, все наши принадлежности. Все с нами могут. Девочки, может быть, с девять? С девять? Да. Хорошо. Тогда все... Давайте в девять. И костер попрыгаем через костер. Темно будет. И все могут с нами присоединиться, кто смотрит. Кто там из Тыковки, пусть приходят из Клубничково, кто все вместе приходят, пусть в нашу директу. А наш пастушок Максим как раз пригонит нам, значит, виртуальных баранов, или виртуальных этих, как его там, йодов. Да, да, есть такие. Есть у тебя? Да, да. С виртуальными йодами. Сейчас смотрим. А, может быть, мы все нарисуемся в мужчин? Да, нарисуем себе усики. Это... Это... Гумосятины не пахнет это тут-то? Хотелось бы с бабьем нормально. Конечно. А то усы-то... Конечно. Зачем? Вы чисто будете разбавлять наш мужской коллектив. Ну, то, что поцеловаться, что ли будет? То, что поцеловаться? А так мужики, так гумосятина какая-то. Да всегда есть. Давайте бабеньки пусть будут. Нет. Я против. День мужчин, я говорю. Ну, мужская вечеринка, как во всех... Я не знаю, как с этим разговаривать. Есть такие сигарные клубы. Вот знаете сигарные клубы, где все мужчины курят сигары и пьют виски. Кого? Какие сигарные клубы-то? Чё, как придумаешь ты? Чё несёт-то она? Я не понимаю, Вася-вайся. Сигарные клубы... Какой-то... Какой-то... Сигарные клубы... Как это называется слово? Бред вот это слово. Нет, ну где собираются все крутые мужчины, они там сидят на кожаных диванах, курят сигары и пьют виски. Чё несёшь-то у нас все крутые мужчины у нас в клубе собираются в сельском и нормально у нас там молоком с водкой... Молоком с солёным огурчиком-то Белые розы, белые розы, обеззащитные шипы. Это хитяра щас у нас в сельском клубе-то. Ну, в общем, и там нету женщин. Туда не пускают сигарный клуб женщин. Там одни только мужчины. А у нас сельский клуб. Заходи. Хоть пять подавар. Слышь, кажется, я понял, то, что она говорит. Как-то до меня доходит мысль, как из перепелиной фермы так доходит. Ты говоришь, там, я её поддерживаю. Так и щас поддержу. Так щас поддержу. Я говорю, то вот всё оно. Так усы подрисуют. Они же парнямки будут. А мы как бы... День мужчин всемирный-то. Понимаешь? Вот что мне в тебя нравится, Юрия? Вот ты вроде-вроде не поддерживаешь очень активно, а потом херак ты поднял. Так я же восточный-то. Мы же переобуваемся-то быстро. Это хорошо. Конечно, хорошо. Я в директ ваше случайно попал. После войны-то у меня родители-то вон, и я оказался директ ваше. Хорошо, что ты и был меня поднимающим. Ну, значит, делайте... Будете мужиками. Слушайте, ну просто, если Юрия так настанет, я не могу идти против воли этого человека, потому что он всегда всех поддерживает. Ну, мужик... Возьмать... Поддержать поддержавшего. Возьмать, мы же мужики нормальные. Конечно, нормальные. Нам главное-то за себя знать. Так мы же не гумосяки. Да какая-то у нас на корню рубится. Вот на корню. А у нас на корню рубится. На корню. Мы мужики. Мужики нормальные. Да, 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 да. Даня, я мужик. Ты мужик. Иди сюда. Мы мужики. Надо мужику выиграть. Вот это все. Вот это настоящая мужская сила у нас. А долго вы будете кружиться в этом мужском танце? Ну вот, Вась, видишь, тебе же весело живется, да? А ты решил к немцам уходить. Ну, знаешь, дорогая моя, я ж дурю, я не все сказал про себя. А, так это на тебя, что ли, показывало, что-то я не понимаю. Я же не все рассказал про себя. Так расскажи нам все. Я не переменил свое решение. Я действительно хочу уйти. Ну, Вась, ну, праздник уж не портит. А я не хочу, потому что вот Лия спросила, я вернулся и снова я ответил. Если к нам придет пузырька с самогоном, может, и поменяешься. Она опять что-то своими ладошками тут что-то делает. Она смотрит сквозняк откуда. Я никак не понимаю. У нее надо как бы адеквейшн, а потом она становится неадеквейшн. Что происходит? Так, сегодня праздник, ребята. Я предлагаю забыть все горести, печали и немножечко развеселиться. Хоть какое-то отвлечься от этой происходимой ситуации непонятной. Нужно просто отвлечься от того, что произойдет через день. Нет, хотя бы сегодня вот именно. Нужно жить хотя бы тогда, нужно жить последним днем. А не проще отговорить человека. Что это такое? В следующий раз до конца. Жизненные советы от Васича, гадания от Ли, стихи от Юрса, рукоделия от Катерины, песни Ксю, танцы Макса. На самом деле самое прикольное это будет танцы Макса, мне кажется. Я бы проголосовала за танцы Макса. Потому что вы знаете, что Макс может перетанцовывать стул. У него есть супер программа, когда он танцует со стулом и пытается его перетанцевать. И поэтому я рекомендую вам, очень сильно рекомендую проголосовать за танцы Макса, потому что это будет очень весело. Подождите, а как зарабатывать? Это нужно куда-то выходить, что ли, или что? Еще мне очень нравятся жизненные советы от Васича. Васич всегда дает очень мудрые жизненные советы. На этом не заработаешь. Это где же я буду давать жизненные советы? В стае этих, как у жиробасов, что ли? Покажи-ка лучше, ты права, покажи-ка лучше. Как ты перетанцовываешь стул? В рукоделии от Катерины. Нет, предложила лучше карту, у меня сейчас нет под рукой подручных средств. Ты покажи, как ты со стулом танцуешь. Ты можешь это сделать или нет? Гадания, я что хочу, у нас очень грязная вода здесь. У нас очень грязная вода. Макс, давай бегом. Давай. Да, у меня тоже очень грязные пальцы. Грязная вода, все пальцы грязные. Нам надо хорошую воду, ребят. Проведите нам, пожалуйста. Нет, вы знаете, нам нужно, чтобы мы все пошли в баню. Опа. А что? Банная вечеринка? Да, реально, если бы нас отправили в баню, было бы классно. Давай, Максон, зажигай. Итак, поехали, накидай его. Максон перетанцовывает стул. Уважаемые смотрители, только для вас сейчас Макс перетанцует стул. Но вы не знаете, что стул невозможно перетанцевать. Нет, подождите, а давайте, стойте, стойте. Давайте, это же будет кусочек, это как будто, знаете, как это называется? Трейлер. Это трейлер, да. Нельзя сейчас выдавать все сразу. А теперь, а теперь трейлер от Васича, например. Какой-то жизненный советик, Вась. Вась Васич. Хочу сказать жизненный советик. Ну, значит, жизненный советик есть такое у меня хорошее. Не злите того человека, у которого есть доступ к вашей зубной щетке. Вот такой вот советик. Это народная мудрость называется, да, Вась Васич? Помимо меня, такого человека нельзя видеть. Если у него есть доступ к твоей зубной щетке, это очень плохо. Это был трейлер. Кусочек от маленького. Итак, смотрите. Если вы хотите больше жизненных советов от Вась Васича, голосуйте. Теперь, Катюш, мы перейдем к твоему рукоделию. Нет, сейчас гадание от Ли идет по списку. Почему? Катю, хорошо. Лиа, Лиа, Лиа. Лиа не хочет отвечать. Теперь, например, стихи от Юрца. Маленький кусочек. Маленький кусочек стихотворения. Импровизационный. Так. Мы здесь за нашим наследством. У нас нету никаких средств. Мы просто люди с разных точек России. Мы пришли сюда с огромной мессией. Мы хотим добраться до нашего наследства. Но изольта Катс нам мешает. У нас опять же нету средства. И она тут типа все решает. Но мы ничего не боимся. Даже фашистов в форме СС. Мы когда-нибудь заискримся. И выиграем этот замес. А почему? Потому что мы для родственники. И это маленький кусочек. Если кто-то хочет больше стихов, то нужно выбирать тогда на стихи от Юрца. Теперь, Катюш, ты готова? Да. Рукоделие от Катерины. На самом деле, ребят, мы сможем заработать. Знаете как? У меня была мама с Урала. И у нас семейная традиция. Мы каждый выходной лепили пельмени вручную. Ого! Если я буду лепить пельмени вручную, то мы реально сможем заработать денег. Пельмени? Не пельменицей вручную. Не пельменицей. Когда тесто не стаканами в ровной кружочке, а именно вручную каждый пельмешек. Каждый пельмешек вручную. Как вы круг делаете? Круг я раскатываю. Катя, не раскрывай секреты. Да, я не буду раскрывать секреты. Только пельмени вручную. Кто хочет от меня настоящий фарш, сделанный самой вручную, настоящие ручные пельмени, я вас научу, девчонки, тоже. И это будут самые вкусные, настоящие пельмени. Без всяких там красителей, консервантов и так далее. Настоящие домашние ручные пельмени. Я бы хотела бы смотреть на это. Это и вкусно, и очень полезно. Так, кто хочет рукоделие от Катерины, нажимайте за рукоделие от Катерины, потому что мы не можем раскрывать все ее тайны. Так, гадание от Леи. Лея, ты не будешь ничего говорить? Лея у нас загадочная. Загадочная дама. Она не раскрывает никаких своих тайн. И гадает только в какой-то определенной атмосфере, видимо, да, как я понимаю. Под какой-то особый лунный календарный день. Поэтому... Парады нет. Когда Юпитер выстроится в Сатурн. Поэтому гадание от Леи очень таинственно. Так, что ты хохочешь-то? Да нет, что-то у меня получилось. Что ты вспомнил? Расскажи. Макс, расскажи, что ты вспомнил. Не, а вдруг вот... Ты не боишься, что вот только дураком... Был он тебя обнимет так и заберет. Ты вот не боишься так? Не боюсь. Я боюсь. От него заразиться вот так. А если он тебя заразит? Подождите, подождите. У тебя говном заразит. Подождите. Мне кажется, если кто-то не понимает... Не, ну а что, серьезно? Если кто-то не понимает, про что говорит Макс... Я бы это не спил. То ему приснился немец, который ударил его по голове. И теперь он не может его забыть. Если у вас есть какие-то советы, как Максу отвлечься от этого, или что ему делать, потому что он всерьез намерен отомстить этому немцу, у которого было говно на лице. Он состроен решительно. Он уже три дня, три дня готовится к войне. Он очень плохо спит, мало ест. И думает, как бы напасть на немца. Если этот немец сюда зайдет, то Макс на него накинется. Это серьезно. Не, я не понимаю... И мы перегомим всю к тебе. Подожди, подожди. Атаковать, если будет меня туда. А, то есть, если немец будет атаковать, тогда Макс сразу на него нападет. Макс, покажи, как ты на него нападешь. Макс, да, покажи. Покажи, как ты на него нападешь. У меня рука, Макс. Я немец. У меня в говне рука. Вот, лицо немца. Так, быстро. Твои действия. как ты будешь на него нападать? ботинком ботинком? и он должен упасть ты будешь бить просто его ботинком? ну да, он же меня тоже бил ксю, ладно, ты отвлеклась от темы, мы пришли к тебе как ты сможешь заработать с своими песнями? у меня есть только одна коронная песня все, про маленькую грудь стоп, 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 а ты спой коронную песню да, корону припаси не раскрывай свои секреты, корону припаси ну я могу спеть любую песню давайте какую я сейчас пою, какие у вас предложения у меня же шикарный голос коронная песня коронная песня Ксю стоит очень много денег а вот просто не корону обычную этот хит надо услышать он реально очень крут круто, весело, смешно и задорно а сейчас Ксю споет какую? любую какая тебе сейчас была что это за песня вообще? нет, такую не буду петь какую я спою о маленькой ладони, горячие ладони и зубы как миндаль конец ну все, все у вас немножко, я думаю, заинтриговало своей коронной песней и голосуйте, пожалуйста, за нее чтобы она вам спела песню очень, на самом деле, классную, прикольную необычную и так, интересно, а можно какие-то предварительные уже показать кто у нас лидирует господин господин в черном слушайте, а знаете, что было классно? поиграть в что где когда если бы нам присылали какие-то вопросы нет? я бы сегодня поиграл в что где когда если бы пришли нормальные вопросы вот сегодня можно было бы и так тоже нет, сегодня мы давайте на костре все-таки почему? ну смотри, мы бы повеселились на костре а нет, сначала бы мы такие при параде вы знаете, как вот эти вот как в что где когда сидят там же только все по стимустины и они бы отвечали на вопросы какие-нибудь а потом мы бы пошли устраивать вечеринку и все на 6 человек как реально в что где когда мы бы были а как наша команда бы называлась? наша команда нет, ну мы должны быть мы же уважаемые а там же смотрите есть музыкальная пауза там же есть например этот какой кофейная пауза фэмили клуб я буду грусть фэмили клуб почемуму, команда Максимый Серов там есть команда друзья это либо команда Максима Серов ну не невероятная шестерка мы будем невероятные шестерка отличное название да, невероятная шестерка это класс А прикольно, если бы, знаете, у нас появился бы какой-нибудь голос. Ну, знаете, ниоткуда вообще. Классно же. Что? Что случилось? Мне кажется, какой-то великий человек на земле умер. Кто? Какой-то великий. Что-то вот случилось. Вот у меня так же было с Майклом Джексоном. Ну, дела. Какой еще? Охренеть. Так, что ты говоришь? Прикольно, если бы голос у нас откуда-то появился, представляете? Он бы просто с нами говорил, типа, уважаемая шестерка игроков. И задавал бы там какие-то вопросы, как в что, где, когда. Там же невидимый ведущий, его же не видно. И у нас, представляете, такой голос тоже появляется из ниоткуда. И мы такие отвечаем на его каверные вопросы. Но он может, например, задавать их про нас, про Вась Васича, про тебя. Или просто на эрудицию, как мы все обдумываем. Это же прикольно. А мы все такие в пиджачках сидим и даем такие с усиками. Да. Лизачки будем здесь взять. У меня есть лизачок. Ну что вы такие грустные-то? Боже мой, ну что с вами случилось? Да, праздник, Васьич, давай. Давай, Васьич. Ну, чего мы? Короче, сегодня, значит, мы отмечаем день. День мужчин. День мужчин. Мы делаем костер, шашлыки из курицы, да? А мы что, не будем уважаемой сестеркой игроков, что ли? Невероятная сестерка. А, невероятная. Невероятная сестерка игроков. Мы делаем костер, жарим курицу, будем петь песни, читать стихи разные. И прыгать через костер. Правильно? Да. Для этого сейчас нам нужно сделать дрова, мы с пацанами пойдем делать дрова. А мы что будем делать? Девочки. А мы, я знаю, что мы будем делать. Мариновать курочку? Нет, я вам сейчас расскажу все попозже, когда мальчики уйдут. Да? Давайте пока тогда я курицу принесу. Чтобы она размораживалась? Да, помоем пока. Или поздно еще. Еще рано. Мне кажется, рановато это делать. Да, рановато. Хорошо. Хорошо. Так. Дрова сделаем. Что у нас из овощей есть? Что вы хотите? Картофель, морковь. Нет, давайте... Там луковая ферма. Подождите, а мы можем сделать, знаете как? Крактошка в костре? Нет, лучок замариновать как будто уксусом. Только не уксусом, у нас же есть лимон. Угу. Ну, вы знаете такой рецепт? Вы умеете это делать? Вась, вообще, ты не умеешь развиваться? Мне нужно, я не умею. Уксус нужен, да, ребята. О, если вы кто-нибудь нам прислали. Крактошку в костре запечу. Может кто-нибудь нам прислал уксус? Нам очень нужен уксус, чтобы замариновать все это дело, подготовиться к празднику. Курочка с лучком, будет класс. Да. Да, курочка с лучком. Отдельное блюдо, маринованный лук, уксус. Да. Маринованный лук от Вась-Васича. Единственное, что нам надо сейчас еще придумать, это вот шампуры. Мне кажется, у Миланы есть. Это откуда у нее? Шампуры, шампуры. Нет, откуда у Миланы шампура? Нет, нам нужны шампуры. Слушайте, а может мы просто их найдем где-нибудь? Да, да. Или попросим? Надо сходить на шашлычную поляну, там постоянно оставляют четыре вида разных шампуров. На шашлычную поляну сходить? Да, живо вот там за забором шашлычная поляна, там сразу шесть видов мангалов, три вида шампуров. А на самом деле, знаете, было бы круто, если бы кто-нибудь нам бы отправил для нашей вечеринки какой-нибудь уже готовый шашлык, например, из какого-нибудь другого мяса. Готовый шашлык, в смысле, который уже пожаренный? Нет, маринованный. Да, конечно, конечно, если готовый. Но лучше, конечно, мясо. Если бы нам прислали кусок шестиклограммового мяса. А, ты вот как. Еда. А нет, а может быть, готовый шашлык кто-то хочет, чтобы мы в прямом эфире показали зрителям, прорекламировали и рассказали о качествах и вкусе этого шашлыка. Я даже больше скажу. Если бы кто-то из смотрителей прислал нам готовый шашлык, мы бы готовили этот шашлык конкретно от этого зрителя и конкретно мы бы говорили, что вот, допустим, Костя Пупкин, мы готовим шашлык от тебя. Спасибо тебе, Костя Пупкин, что ты прислал нам... По его рецепту. По его рецепту, что ты прислал нам этот шашлык, Костя Пупкин. Мы насаживаем шашлык, дуем им о тебе, передаем тебе привет огромный. Хорошо, что ты прислал 6 килограммов шашлыка готового. Нет, вместе с рецептом. И мы по его рецепту приготовим и расскажем всему миру об этом рецепте. А потом, знаете, например... Можно вообще устроить, ребят, конкурс рецептов. Да, да, можно. А потом, например, этот Костя Пупкин, да, ты сказал, может нас пригласить к себе, как компанию, у нас же так можно сделать. Не мы бы ему делали бы шашлыки для него и его друзей. Например, всегда... Ну, лучше бы, конечно, чтобы он нас как гостей прислал, а не как шашлычников. Я думаю, Юрцуку, конечно, понравилась бы твоя идея, но она хотела бы... Ну, почему? Ну, мы будем как гости и просто помогать. Мы будем веселиться и делать вкусные шашлыки. Почему бы нет? Ну, смотри, чтобы это не превратилось, что мы будем стоять и делать шашлыки, а гости будут приходить... Эй, ты, что там, шашлык готов? Вот, подождите, подождите, что? Внимание, фантастическая шестерка. Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно, а вот за третий придется заплатить. О чем речь? Вопрос от телезрителей из чердака. Внимание, фантастическая шестерка. Это дается нам трижды. Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно, а вот за третий придется заплатить. О чем речь? Что у нас два раза в жизни бесплатно, а за третий мы платим? Итак, слово передается. Давайте обсуждение. Нам надо... Подождите, вы все готовы? Давайте присаживайтесь, сейчас будем обсуждать. Давайте. Крутится... Быстренько все сюда, шестерка. Крутится, крутится волчок. Крутится волчок. Каршочек с курочкой и... Все, он готов. Вопрос на сколько-то пиров от зрителей из чердака. Итак, внимание, вопрос. Внимание, фантастическая шестерка. Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно, а вот за третий придется заплатить. О чем речь? Итак, подожди. Господин ведущий, господин ведущий, есть ли какие-то подсказки у нас? Что, где, когда подсказок в принципе нет? Давайте быстренько думаем. Итак, дается нам на ответ 6 минут. 6 минут? Да, да, 6 минут. Что ж тут ты меня толкаешь? Внимание, это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно, а вот за третий придется заплатить. О чем речь? Итак, что у нас может быть трижды? Это касается жизни. Трижды это три. Это кредит? Кредит дается дважды. Он сюда платит. Бесплатно, бесплатно. Давайте нормально думать просто без истерии. Это дается нам трижды. Нам дается трижды. Давайте думать первое. Реально думать просто. Первые два раза бесплатно. Что это такое? Первые два раза бесплатно. Не имеется в виду, мне кажется, материально. Может быть что-то такое, что нематериально заплатить чем-то. Бесплатно, во-первых, ничего не дается. Это сыр в мышлотке? Нет, подожди, не отвечай раньше времени, стоп. Если честно, я самый глупый игрок в этой команде. Давайте рассуждать, рассуждать просто. Давайте, пожалуйста, рассуждать. Это дается нам трижды. Что дается нам трижды? Нам, это кому? Людям? В нашей жизни дается трижды. Ну, я думаю, шестерки. Не шестерки. Нам. Это дается нам бесплатно. Мне кажется, вы знаете, вот вопросы телезрителей с чердака. Да, какие могут быть вопросы телезрителей с чердака. Давайте разберемся. Какие-то каверзные. Чердачные. Да, какие-то чердачные, то есть каверзные. Мне кажется, это о чем-то таком неглобальном. Может быть, это какая-то картошка в Бургер Кинге. Я не знаю, там такое бывает. Может, кола какая-то? Нет, нет. Картошка в Бургер Кинге всегда дается платно. А кола может быть? Вот наливай. А кола один раз платно, а потом бесплатно. То есть это не кола из Бургер Кинга. Внимание, это дается нам трижды. Первые два раза. Может, поездка куда-то? Поездка. Поездка. Куда, куда? Может быть, прощение? Мне кажется, тут все проще, ребята. А что будет быть? Не знаю, давайте думать в сторону простоты. Сейчас мы все обсудим. Может быть, это стол? Какой стол? Нет. Это просто. Ну, что-нибудь по логике. Шанс. 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 А почему он дается первые два раза бесплатно, а потом... Попытка. Шанс. Ну, что было, я не знаю. Пройти какой-то уровень, как у Макса. Испытание. Испытание. Это дается нам трижды. Что у тебя? У тебя есть досрочный ответ? Нет, опять же, там я думал, демо-версия игры, да, если она сначала бесплатно упускается, играешь. Потом плачешь. Ну, это опять же, два раза, ну, два раза там, хотя может быть, а потом за него платить надо. Первое испытание, да, ну-ка, игры, ну-ка, говори. Ну, демо-версия, она бесплатная, тестовая версия, то есть у нее играешь бесплатно, да, а потом платишь. Так, это первое тестовое, второе раз тоже бесплатно. Это остается нам трижды. Это, я думаю, со своими. Украинцы есть ответ. Первые два раза бесплатно. Нету. Потом придется чем-то заплатить, чем-то пожертвовать, ребят, мне кажется, здесь нематериальным. Чем-то нематериальным, да, думаю? Да, думаю, да. То есть какое-то больше, это, учение, ошибки, вот из этой серии. Ну, шанс, испытание какое-то, что-то будет в этом роде, да, наверное? Я думаю, да. Первые два раза бесплатно. А вот за третьей придется. Может, ошибка? А при чем тут два раза? Дается бесплатно. Право на ошибку? Да, может, какое-нибудь право на ошибку? Ну, а почему-то это... Ну, знаете, типа, первый раз это, как бы, не... Три предупреждения всегда дается, ребят, бывает, всегда дается три предупреждения. Что это было? Это... Жвачка, зубы, губы. Это дается нам... Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно. А вот за третьей придется... Красивые красные губы сейчас были у девушки. зубы, жвачка. Может быть, молчать, тишина, там, я не знаю. А-а-а, подождите. Первое, первое, смотрите, когда ты родился, у тебя молочные зубы. Молочные зубы выпадают раз. А-а-а, появляются вторые зубы. Эти зубы, если ты, ну, как бы, если их не чистишь, они выпадают. Зубы, зубы, а третий раз мы вставляем или коронки, или... Если зубами плохо, там, по каким-то причинам... Как они, пластинки? Да, и ты начинаешь платить за эти вещи. За эти зубы. Ну, блин, как найти в этом раунде столько... Все, зубы, ребят. Зубы даем ответ? Думаете. Зубы, конечно. Господин... Да, я слушаю. Господин ведущий, у нас досрочный ответ. Досрочный ответ. Досрочный ответ? Да, да, да. Итак, внимание, ответ. Он ведущий и играет. Кто будет... Кто в нашей команде даст ответ? Кто? Кто будет отвечать? Кто будет отвечать? Катерина. Итак, отвечает капитан команды Катерина Великая. Наш ответ. Зубы. А почему? Без объяснения. Потому что первый раз... Обоснуйте, Катерина. Хорошо, потому что первый раз они даются, они молочные, они выпадают. Это от рождения бесплатно. Второй раз выпадают наши уже косвенные зубы. Это тоже бесплатно. Ну, а третий раз, соответственно, мы за них платим. Или мы вставляем коронки, или присосочки вот у бабушек. В любом случае, мы за них все время платим. Ответ. Зубы. Итак, мы будем делать. Итак, еще хотим, еще что-нибудь ищем. Итак, итак. Косвенные зубы. Зубы, да. Косвенные зубы такое бывает, я слышала. Это правда. Еще хотим вопрос, дайте нам еще. На самом деле, вот этим людям, которые прислали с чердака, наши деньги не уходят. Да, итак, сколько там было поставлено ставки какие, господа? Вот так вот. Ставки были нулевые. Вы знаете, что мне нравится, что у нашего игрока раздвоение личности? Я же говорю, что это простое. И сейчас рекламная пауза. Мудикальная пауза. Максим, начинай. Да, продолжай. Ладно, я призову силы, чтобы нам помогли. Помоги мне, помоги мне. Я думаю, сейчас нам придет помощь, подсказка, какие-то ответы. Матвей. Матвей нам точно может помочь. А, хотите перекусить? Вы готовы что-то поставить от себя. Изонドekad. Да, мы готовы поставить горшочек с курицей. Вы готовы? А, горшочек с курицей мы готовы поставить. Горшочек с курицей на кону. Вот здесь. Горшочек с курицей на кону. свою зубную пасту и свое желание отсюда свалить если бы был спасибо я готова поставить от себя чистушку чистушку давайте чистушку давайте чистушку смешная должна быть мы ставим чистушку а что ставите вы а что если мы выиграем что получим мы вы погибнете все тут бабки будут все мои а эффект в нев courk как-то обучаешь пистушки в какие моменты в жизни вы издаете в такие звуки я ходила на русский фольклор все школьные годы итак мы ставим чистушку нам нужен крутейший вопрос так крутится Да, крутится горшочек с курицей, горшочек с курицей, а Лия ест что-то в морковку фолического образа. Это просто морковка. Интересно, а почему она не играет с нами? Непонятно, почему Леня. Нет, она с нами играет. Она сейчас будет нам помогать. Итак, нам нужен вопрос, а пока, как говорит Василь Васильевич, перерыв на безумного Макса. Итак, Макс, давай. Давай, пауза. Давай, рекламная пауза, Макс, поехали. На самом деле, все, что вы знаете, заткнитесь, он что-то делает. Вы знаете о новостях, они давно уже скрыты, но были обнаружены такие новости, такие как Вась-Вач даже о них не знает. Об этом вы узнаете через минуту, а сейчас ведущий должен отлучиться. это было круто. было смешно. какой нам вопрос? с чем он будет связан? мне кажется тут не будут задавать глобальных вопросов. надо просто от простого. мы готовы. мы готовы поставить чистку. она матершинная? мы готовы поставить карманную кореянку. нет, она у нас одна. мы готовы поставить одну луковицу. какое слово начинается с трех букв? а может быть мы поставим Г и заканчивается тремя буквами Я. бартоломеус петискус. бартоломеус джоу джоу симпсон. итак бартоломеус петискус мы принимаем твою загадку. итак твой вопрос принят. вопрос звучит так. какое слово начинается с трех букв Г и заканчивается тремя буквами Я. фантазия у бартоломеуса петискус я вам скажу это что там? тригонометрия. как? тригонометрия. вау 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 вау. я тоже 3г 3я. 3г 3я. а что там никак не было? подождите, подождите. ой-ой-ой-ой. да. просто... просто... я была очень... 3г 3я. 3гонометрия. господин ведущий у нас досрочный, как оказалось ответ. господин ведущий, а что вы думаете по этому поводу? мы очень быстро дали ответ. итак... дали ответ тригонометрия. а что думаете? Есть другие варианты, есть другие варианты? Нет уже. Нет, уже все. Подожди, давайте спросим у господина ведущего, что он думает по этому поводу. Ну что я думаю по этому поводу? Как бы у нас на первом канале, на нашем телевидении, очень большой эфир, а вы так быстро даете ответы, что как бы я в шоке, господин ведущий, как я себя чувствую, я просто в шоке, потому что слишком, слишком умный. Подождите, подождите, мы переключаемся. Мы переключаемся на другую передачу, тайные интриги расследования. Почему карманная кореянка так быстро дала ответ? Почему она сидела в углу? Она что, темная лошадка? Мне кажется, карманная кореянка как-то связана с Изольдой Кац. Игра окончена. Какой у карманной кореянки есть вопрос? Изольда Кац, игра окончена. А что, не будет больше вопросов? Какое животное в течение своей жизни сначала ходит на четырех ногах? Это уже неинтересно, потому что мы за это ничего не получим. Нет, нет, почему? Вам, вам не... Почему? Давай, Лия, вопрос. Что в начале жизни ходит на четырех ногах? Какое животное потом на двух, а в конце жизни на трех? Фенгуру. Почему? Какие ставки ты ставишь, Катя? Так, давайте ставки. Еще раз, пожалуйста, карманная кореянка. Как? Тебе же неинтересно. Уже интересно, прости, стало интересно. Такое чувство переменительное. Срочно вдруг стало интересно. Как звучит вопрос? Честно, я не понимаю, что происходит в этой студии. Я выхожу из игры, маза-фака, потому что, я не понимаю, обстановка накалилась, какие-то тайные интриги, расследования, я не понимаю карманную кореянку. Она ведет себя очень дерзко, может быть, она что-то скрывает, я не понимаю, что она ладошками что-то ищет, потом... Что ты знаешь? По обезьянам сначала на четырех, потом на двух человек. Нет, нет. Как нет-то? На трех уже старенький. Как нет-то? Когда ставки? Вот он ходит на трех, у него костыль там ничего. Какой костыль? С палкой он ходит уже. Безумный Макс угадал. Макс, молодец. Что я не угадаю? Что не угадать-то? Что он получает? Не знаю, что он получает. Да? Я... Да, я не понимаю вообще ничего. Выделей, почему ты так себя ведешь-то? Ну ты непонятный вообще. Молодец, Макс. С того ни с того ни с того ни с того. Ты как-то огромный такой парень, да? А? Умный парень. Ну так. Давай, покажи мне, пожалуйста, мастер-класс по танцам. Я хочу тоже учиться танцевать. Покажи мне, пожалуйста, мастер-класс. Сможете? Да, я буду заботиться его повторять. Я хочу тоже учиться танцевать уже. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь солнце свет, я ищи в небе. Макс, я там не успеваю с тобой. Мне нужно вот немножко вот так держать. Сегодня в честь праздника дня, Всемирного дня мужчины, я за Максом следую повторяю. Все за ним. Все обстоятельства сложим. Открываем окно, потому что здесь хочется. Я проанализировал все, что происходило последние дни, понимаешь? А почему мне кажется, что ты это делаешь из-за чувства вины? Я это делаю не из-за чувства вины, я это делаю из-за того, что я понимаю, что мне надо уйти. Реально понимаю. Я понял, что здесь есть такие вещи, которые, ну, видимо, не оставляют мне желания оставаться здесь, понимаешь? И поэтому я хочу уйти с этими потусторонними силами и знаю, что вы останетесь в порядке. Понимаешь? Я все неправильно сделала. Я все правильно сделала. Я неправильно сделала, я ставила защиту на дверь, но они же все равно зайдут. Так, диванная передача. Кроватные разговоры. Итак, в нашей студии кроватные разговоры, а не о чем? Как вы понимаете, мы находимся в доме, где происходят какие-то странные события. Если вы сейчас лежите на кровати, то мы с вами. Итак, в этом доме сегодня происходят очень странные вещи. Подожди, представь, мы кроватная передача. Кроватная передача. У нас кроватный... Кроватные... Кроватные диалоги, а не о чем? Да, сегодня мы... Я почему сегодня такой? Потому что я ни хрена не выспался. Мне снятся уже несколько дней эти странные люди, которые приходили к нам в костюмах, и я ни фига не могу выспаться. Но это не самое главное. Самое главное, что сегодня день мужчин. И что это значит? И это значит, что мы идем сегодня на праздник, мы будем отмечать, жарить шашлыки, наконец-то, и будем веселиться. Мы будем веселиться, как можем. Если у вас есть какие-то пожелания... Тогда бы не сказал бы вам, понимаешь? Может быть, сейчас я готов. Загадки нам очень понравились. Мы хотим еще загадок врат. У тебя был шанс. А ты не хочешь его увидеть новую жену, детей? Нет? Вот сейчас скажи. Люди смотрят на это. Ты не хочешь попробовать? У тебя будет шанс. Нормальным, а спадным человеком, реальным. Знаешь, наверное, из-за того, что я хочу больше всего увидеть жену и детей, я это и делаю. Я всего лишь порежу тебе пальчик. И у тебя будет небольшое преимущество. Не надо. Не ради меня, не ради нас, не ради наследства, ради жены и детей. Ну и обряд. Так. Танцуем. Макс, давай с тобой вальс. Так вот, ты на меня, треугольник. Поехали. Ты на меня. На меня. Вправо. Назад. Треугольничком. На меня. Вправо. Назад. На меня. Вправо. Назад. Треугольничком танцуем вальс. Макс, ты вообще так круто танцешь, мне так с тобой нравится У тебя платья нет Я просто с тобой порхаю, как бабочка Вообще, ты меня уже закружил Вообще закружил, да? Закружил меня Прям понимаешь, что тобой хочется порхать и порхать Как бабочки Да, ой, у меня кружится Ой, Макс, я не могу Ты меня сейчас с ума святешь В другую сторону, в другую сторону Вот это да Так я еще ни разу не танцевала, Макс Ну, надо привыкать Что ты творишь? Да, надо привыкать Ой, что ты творишь? Вот ты настоящий мужчина Закружил меня в танце И тогда у вас будет шестер И условия желуды Будут соблюдены Знаешь, я Знала, что ты не согласишься Ну, у меня всегда есть хитроумный план Да? Вася-васич так и не сказал им... А! Вася-васич так и не сказал им нифига Кому им? Ну, вот этим вот А тем, кто с той стороны Наши зрители, любители, наши красавцы Что? Блин, самое страшное Знаешь, во всем этом Что? Что Вася-васич хочет свалить К своей жене Понимаешь, если Вася-васич свалит Мы теряем наследство Я думаю, он блефует Блефует? Да, я думаю, он блефует Я думаю, он хочет, чтобы его пожалели Ты знаешь, мне кажется, что он просто Вот как Макс Хочет отомстить Этому немцу Так же и Вася-васич тоже хочет У Вася-васича что-то случилось Абсолютно верно Он блефует Он хочет, чтобы его пожалели Чтобы его поняли Но ты заметил, у него настроения даже нету Ну да, я заметила А если он действительно свалит? А? Ну что нам делать? Так нифига, мы не получим ничего Мне кажется, просто Кто-то должен признаться в том, что он сделал Это раз А во-вторых, мне кажется, что Вася-васич такой азартный Он не сможет просто свалить Если он играл в карты Конечно, он азартный чувак Он не свалит Он не свалит И деньги он свои не оставит Вообще, это блеф Благодаря согласию Растут малые государства Из-за раздора гибнут великие державы Изольда снова нам что-то говорит Да, что-то намекает снова Ну Я Что же мне играет, Изольда? Я думаю Согласие всегда это неплохо Согласие это всегда хорошо Раздор Он никогда Нигде не был хорош Понятно, что из-за раздора Великие державы гибнут И не только великие державы Распадаются семьи И все такое Ну давай посмотрим В суть проблемы В суть А из-за чего раздоры происходят? А? Из-за недопонимания Из-за недоверия Из-за неуважения к людям Это правильно Из-за недопонимания Из-за неуважения к людям Из-за недоверия И это правильно И это все вкупе Проиводит к раздору В совокупности Конечно А теперь давай еще глубник копнем А почему это происходит? Недоверие Неуважение к людям Недопонимание между людьми Почему это происходит? Потому что может быть люди все разные Люди все разные И между собой они не находят Какого-то общего языка А у кого-то амбиции У кого-то свой эгоизм Кто-то видит это так И как бы становится Он говорит Я выше вот этого И я не хочу с ним общаться так Как А он недопонимает это Или не принимает И говорит Тогда знаешь что? Ну и давай не будем И находит себе союзника И говорит Слушай Вот этот не хочет со мной общаться Потому что считает меня Выше себя Почему он так Слушай И меня он считает выше себя Понимаешь? И меня он считает выше себя И тут подходит А вы говорите о том Который считает выше себя И тут еще есть союзники Компания других Которые тоже считают Выше вот этих себя И они такие Ха-ха Смотри Смотри на этих Они нас обсуждают Они нас о чем-то говорят Да Слушай А давай Давай нападем на этих А эти говорят А давай защищаться И вот из-за этого Происходят раздоры Потому что нету Нету взаимоуважения Нету взаимоуважения Если они выбирают Какого-то слабого Которые знают Что над ним можно Посмеяться Над ним можно Поиздеваться Над ним можно Поугарать Над ним можно Хотя человек-то В принципе неплохой Но как бы они думают Ха Смотрите как он реагирует На эту шутку Смотрите как он реагирует На вот это Смотрите как он реагирует На то Какой он смешной Какой он смешной О, нет, нам даже уже не вот эти союзники неинтересны. Давайте все скопы, всем чердаком, блядь, посмеемся вот на этим. Вот возьмем его вот так вот и будем вот так вот со всех сторон. И вот у этого человека возникает паранойя. Понимаешь? Вот. Паранойя, он уже думает, да как? Как доверять тем людям, которые говорили изначально, что все мы вместе, что все хорошо, что все у нас нормально, что все мы одинаковые. Он уже не верит никому. Никому он не верит. И он уже думает, ну как же так? Ну что, значит, ну я тогда виноват. И они, по сути, навязали тебе чувство вины за то, что ты чувствуешь себя уже параноиком. Понимаешь? И ты думаешь, да вот, да вот же ты можешь спасти, спасти людей. Спасти людей взять и сказать просто. Потому что ты уже решился, ты уже не хочешь, у тебя уже нет никакого желания. Просто хочется уйти с немцами куда-нибудь, чтобы спасти других людей, вот этих вот. Чтобы они остались, чтобы у них было что-то, за что они могут бороться. Почему именно с немцами, Васич? Ну я говорю это формально так, понимаешь? Чисто, чисто теоретически. Васич, я понимаю, ты так это все яростно говоришь. Мне кажется, ты говоришь прям конкретно. Да нет, это просто, это просто я так сказал, это. Нет. Знаешь, нет, Катерина. Тебя прям это так сильно взбудоражило. И как будто ты прям говоришь, что ты хочешь сказать, но почему-то не договариваешь до конца. Я все сказал. Ты все сказал, но не назвал, мне кажется, лиц, какой-то лиц. Каких лиц? Каких конкретных лиц? Нет конкретики. Мне кажется, ты имеешь конкретно какого-то человека. Нет, тебе абсолютно так не кажется. Потому что я говорил о эфемерном, об эфемерном. Я тебе говорил, что вот я говорил о правой ладошке и о левой ладошке. Понимаешь, что правая ладошка не может с левой ладошкой соединиться, и чтобы у нас было согласие. Понимаешь, правая ладошка с левой ладошкой, они в раздоре. И один пальчик, один пальчик, на который думают, на которого проще всего напасть. А все остальные такие, блин, а давайте, ну если это, вот эти пальчики, которые на правой руке, давайте еще над ним подшутим. чтобы ему же было херов, чтобы он думал да нет, у нас все хорошо, да Пальчик да ты не Пальчик, у нас все нормально, смотри над нами же, блядь, никто не шутит Пальчик, над нами же, у нас-то все хорошо Васич, а можно я спрошу? Понимаешь ты это? Да, я очень понимаю Я говорю о Пальчик и о руке, а не о какой-то конкретике, это тебе понятно? Понятно, Васич, ну почему ты так отреагировал очень сильно эмоционально на какую-то просто фразу на плазме Я хотел разобраться Так эмоционально, Васич? Тебя что-то тревожит, ты мне скажи Тебя что-то тревожит? Здесь же написано Благодаря согласию растут малые государства Вот оно, какое-нибудь малое государство расслабит А из-за раздора гибнут великие державы, все эти слова Да Это же мощь в этих словах Это же такая мудрость А чем тебя это зацепило, Васич? Мудростью, я люблю мудрость Я вообще, как бы, много читаю много знаю, я люблю мудрость Понимаешь, Катерина? Мне нравятся какие-то мудрые вещи Я люблю давать мудрые советы Иногда разбирать И когда я говорю что-то эмоционально Это я не имею какую-то конкретику, нет Я поняла Уважаемые смотрители, все, кто нас смотрит Я думаю, вы поняли, что Васич очень у нас любит мудрость И дает всегда мудрые, правильные советы Я прошу присоединиться к нашему голосованию Которое сейчас идет И проголосовать за то, что Васич сможет Заработать деньги своими мудрыми советами Спасибо Ничего, Васич, разберемся Все по полочкам разложим Подытожим И все станет на свои места Как и должно быть Я тебя прекрасно понимаю Как и кто-то другой Я уже не забрался Ну, это ты Вот Итак, мы знаем, что случилось с Васичем И если вы хотите купить нашу Нет, если вы хотите узнать эту историю Мы вам расскажем Купите нам, пожалуйста, ложки и тарелки Только вам На самом деле, это захватывающая история О том, как Васич Как тихо-тихо-тихо должна быть интрига Понимаешь, иначе мне неинтересно Как создаются интриги Я что думаю Думаю, немцы обнаглели Забирают кого-то Не имею права вообще никого забирать Да не имею Договоренность Да нет, никакой договоренности У тебя что есть подпись там какая-то Что ты что Ну а что ты Ничего Можно же по идее Смотри Взять какую-нибудь кошку Там найти И пусть забирают Какой-нибудь там Животное Допустим Нельзя так сделать Должен ли Василий принести себе в жертву Ради Миланы И остальных Конечно же нет Вась Васич Очень хороший человек Мы его полюбили Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok